Что-то я откладывала. У нас есть как раз три тысячи. Нам хватит. Не хватит, Таня. Ну, что ты такое говоришь? Как это не хватит? Там как раз три тысячи. Их... Их там нет. Я проиграл. Как проиграл? В карты. Я хотел... Как лучше. Я думал, я... Выиграю. Ну, я... Не получилось. Митя. Митя. Как же ты мог? Как же ты мог, Митя? Таня. Прости. Я... Я понимаю. У меня нет прощения. Митя, ты... Уверял меня, что пропадаешь на работе. А сам просиживал в игорном доме. Митя. Да я... Митя. Это все это... Ради тебя. Ради дочери. Митя, это слова. Это слова. Митенька, я видеть тебя... Не могу. Таня. Ну, ты пойми. Ты же... Ты же из богатой семьи. Ты же... Ты же привыкла к достатку. Я же... Я же должен был тебе дать ту жизнь, Которой ты привыкла. Понимаешь? Скажи, пожалуйста, я хоть раз... Я хоть раз пожаловалась тебе на то, Что мне не хватает денег. Хотя бы раз. А я... И я что, слепой? Я что, не вижу, как тебе тяжело? Сейчас ты что, видишь? Как мне легко? Таня. Таня, прости меня. Митя. Ты оставил на кон жизнь нашей с тобой дочери. И ты проиграл ее, Митя. И нет ли тебя у меня прощения? Ну вот, нет, Митя. Таня. Да я найду эти деньги, ты слышишь, Таня? Таня. Я помогу тебе. Я у тебя денег не возьму. У меня их нет. Я устрою тебе игру с денежными тузами. Удивительная вы женщина, Нина Леонтьевна. Сначала отговариваете, потом помочь обещаете. Молчи, слушай. Игроки бывают разные. Как раз сегодня у меня собираются самые, что ни на есть богачи. Фабрикаты, магнаты. Которые играют на большой интерес. Не за рубль. И с теми, кого я посажу за стол. Не с обыкновенными игроками. Понимаешь? Откуда же мне средства взять на такие ставки? Молчи. Главное не средства. Главное выиграть. А на это особая наука нужна. Где ж такой науке обучают? Как ты думаешь? Нина. Ты меня жульничать хочешь научить? Я же и так приступаю. Закон играю. Но жульничать. Я же представитель власти. Именно поэтому никто не подумает, что ты шулер. Смотри. Решайся. Смотри внимательно. Отпускай по одному. Получилось? Угу. Еще смотри. Главное смотреть в глаза. Ага. По партнеру. Отвлекать его. Молодец. 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 Ага. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, какое у вас ко мне дело? Дмитрий Иванович. Я начну без предисловий. Вы ложно обвинили Петра Волкова в убийстве Андрея Фомина. Также я разговаривал с госпожой Ковалевой. И мне известно о письмах некоего тайного воздыхателя. Это недостойно и мерзко. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Смелое замечание. Что еще скажете? А что скажет ваше начальство, когда узнает, как вы ведете дело? Втягиваете юную девушку, почти ребенка. Арестовываете людей безо всяких на то доказательств. А у вас доказательства есть? Откуда вы знаете, что ваша Ковалева не лужет? Я знаю гораздо больше, чем вы думаете. Например, о разговоре в кафе, где вы предлагали госпоже Ковалевой ответить на письма ее тайного воздыхателя цитатой из Анны Карениной. А ловко придумано, правда? Я знал, что заговорщики используют именно эту книжку, но добраться до нужного экземпляра очень непросто. А тут мне принесли книгу прямо в руки. Ловко, ловко. Павел Львович, а ведь у меня есть свидетели, которые видели вас с Наташей. К чему это вы клоните? К тому, что она сохранила письма своего тайного воздыхателя. Я уверен, что почерк ваш. А доказать это очень непросто. А зачем? Я просто предоставлю все материалы по этому делу вашему начальству. И тогда уже там будут решать, надо что-нибудь доказывать или нет. Давайте без окивоков. Что вы хотите? Я хочу, чтобы вы освободили Петра Волкова. И еще. Никогда. Слышите? Никогда. Не приближайтесь к моей семье. А взамен я обещаю свое молчание. Вы наживаете врага, Дмитрий Иванович. Вот как. А мы разве были с вами друзьями? Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...